За хорошим настроением в Щёлковский театр. Именно так поступили представительницы прекрасного пола. Они оставили дела и пришли в театрально-концертный центр на праздничный вечер «Женщина-весна-комплименты». У многих к 8 марта были припасены пожелания. Чтобы всё благополучно в семье было. В жизни, в семье. Чтобы они были красивыми, чтобы они были любимыми и чтобы исполняли все желания. Самое главное – здоровье, удача, хорошее настроение праздничного и удачи. Спокойствие, вечеренность и главное, ну, наверное, всё-таки мужское. Любви обязательно. И вот наступает тот самый счастливый момент. Через несколько секунд эти кулисы откроются и заиграет Щёлковский духовой оркестр. Для милых дам. Солист коллектива Сергей Коваленко написал к празднику зажигательную песню «8 марта», задав концерту нужный ритм. «8 марта» мы тебя так ждём. Ты вдохновляешь нас на поле и искусство. Самые любимые, самые красивые женщины на свете. Женщины нашего Щёлкова. Мы вас очень любим. Мы так поём для вас, как ни для кого никогда не пели. Желаем вам счастья, любви и добра. Всего самого вам наилучшего. А дальше, как по нотам, одно за другое оркестр исполнил не стареющие хиты о красоте русских женщин, девичьих чувствах, первой любви. С лихвой хватало задушевности и задора ансамбль русской песни распела. Вы богини для нас. Мы сделаем для вас всё, чтобы были вы счастливы, чтобы рядом с вами мы всегда чувствовали себя мужчинами, а вы любимыми женщинами. От народных мотивов до рок-н-ролла в этот день пели не только солисты. Хит Роя Орбисона с оркестром исполнил конферансье Алексей Языков. Как оказалось, это был дебют. Я давно пытался уже что-то исполнить с оркестра. Наконец, мои мольбы были услышаны. Спасибо Виктору Ананеву, который предоставил мне такую возможность спеть с нашим прекрасным духовым оркестром. Оркестр не умолкал. Песня Бонни из золотой коллекции Оперетте, сероглазая из кинофильма «Огонёк в горах», гимн песняров о женской красоте Олеся и многие другие звучали в живом исполнении. Как их и девяностых «Всё в твоих руках», после исполнения которого солистку оркестра Екатерину Марахотову ждал потрясающий сюрприз. Это такая участь, что ли, всех людей, которые, артистов, которые выступают на сцене, что их вторая половина видит их только практически на сцене. Вот, и я успел за твоим гастрольным автобусом. Екатерина Юрьевна, ты будешь моей женой? Соглашаться? Она согласилась! Ура! Будущий супруг певицы Игорь Коновалов сказал, что ждал подходящего момента 6 лет. Услышать слова признания 8 марта об этом так или иначе мечтают многие женщины. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.